Я являюсь руководителем проекта по использованию информационных технологий в обучении людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект в институте был запущен достаточно давно. Институт, в котором вы сейчас находитесь, это Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании. Самому институту уже порядка 20 лет. А проект, которому посвящен наш сегодняшний мастер-класс, имеет тоже богатую историю и был запущен где-то лет 12 назад примерно. Коротко расскажу о том, чем мы занимаемся в институте и какие цели перед собой ставит проект. Затем представлю нашего ведущего и уже будем заниматься непосредственно нашей темой. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании является институтом первого уровня, то есть международным институтом ЮНЕСКО, которых в мире насчитывается всего лишь 6, и мы расположены в Москве. Мы занимаемся вопросами использования информационных технологий в разных формах и на разных уровнях образования. Начиная от использования ИКТ в дошкольном образовании, это новая и достаточно интересная тема, и у нас есть проект, посвященный этому направлению. Если будет интересно, отдельно потом расскажу. ИКТ в дошкольном образовании, ИКТ в начальном образовании, ИКТ в среднем, в профтехобразовании, ИКТ в высшем образовании, дистанционное обучение и так далее. То есть различные формы и уровни образования мы охватываем. И основная наша задача заключается в том, чтобы аккумулировать передовой опыт в области информационных технологий в образовании и проанализировав его, передать государствам-членам ЮНЕСКО. Таким образом, мы оказываем техническое содействие государствам-членам ЮНЕСКО в осуществлении образовательной политики в области информационных технологий прежде всего. Работаем со всеми странами мира, не только с Российской Федерацией и не только со странами СНГ. То, что касается проекта по использованию информационных технологий в обучении людей с ограниченными возможностями здоровья, то в рамках этого проекта проводились различные исследования, результатом которых явились, с одной стороны, публикации. Я вот принесла некоторые последние публикации, о которых чуть позже расскажу вам. Это и рекомендации, которые могут быть адресованы, с одной стороны, лицам, принимающим решения в области образования, а также самим педагогам-практикам, которые непосредственно взаимодействуют с студентами, учащимися, имеющими те или иные нарушения. Также мы проводим мероприятия учебные, то есть это учебные семинары, подготовка специалистов, оказываем техническое содействие и консультируем страны по запросам на уровне Министерства образования. И есть у нас, безусловно, и пилотные проекты, о которых отдельно хочу рассказать. Вот среди наших последних инициатив, совместная инициатива с International Telecommunication Union, Международный союз электросвязи, который является также агентством ООН, как и ЮНЕСКО. Международный союз электросвязи в сотрудничестве с нами открыл несколько центров. Я бы сказала, что эти центры можно назвать ресурсными центрами как для педагогов, так и для самих лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья. Например, в Республике Армения, в городе Ереван мы открыли специализированный центр, оснастив его, по последнему слову, техники специализированным оборудованием и программным обеспечением для людей, имеющих нарушение зрения, для слепых и слабовидящих. Не так давно в Республике Киргизстан, в Бишкеке, мы создали центр, тоже ресурсный центр, на базе Государственного технического университета Казахстана для уже двух категорий пользователей, для людей с нарушением зрения и для людей, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. Опять же, привезли технику и обучили специалистов. То есть, основная задача такого рода ресурсных центров – предоставить открытый доступ как самим людям, имеющим ограниченные возможности здоровья, так и специалистам, которые работают с ними, и проводить обучение на базе этих ресурсных центров, аккумулировать передовой опыт и создавать сообщества практиков, которые могли бы помогать самим пользователям в использовании технологий. Чуть позже, наверное, расскажу о том, что на базе нашего института, здесь в ИТО, тоже планируется создание ресурсного центра, и мы планируем открыть курсы повышения квалификации по направлению информационной технологии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы об этом будем объявлять дополнительно. Ну и коротко расскажу о наших публикациях. Значит, все наши материалы, все публикации вы можете найти на сайте Института ЮНЕСКО в открытом доступе и скачать их. Значит, как я говорила, у нас есть направление рекомендаций для лиц, принимающих решения. У нас есть такая аналитическая записка, или по-английски это называется policy brief, на английском и на русском языках, соответственно. Здесь собраны рекомендации и, скажем, обзор опыта в области интеграции, в области внедрения информационных технологий на международном уровне в обучении людей с ограниченными возможностями здоровья. Такая книжка – это обзор лучшего практического опыта. Мы разработали совместно с Европейским агентством по специальному образованию. Есть такое очень интересное агентство. И включили сюда описание практического опыта из разных стран по направлению использования технологий для разных категорий пользователей, имеющих те или иные нарушения. Книжка, к сожалению, только на английском языке, но можете ее скачать. Некоторые книжки, несколько экземпляров я принесла вам, вы можете их посмотреть, взять, если необходимо. И вот, например, по направлению ИКТ для людей с нарушением зрения выпущено пособие учебно-методическое. Здесь собраны рекомендации и какие-то практические советы по использованию ИКТ для людей с нарушением зрения. Ну, в целом, наверное, о нашей деятельности коротко я вам рассказала. Я хотела бы представить нашего эксперта. Его зовут господин Пол Томпсон. Он приехал к нам из Великобритании. И является одним из ведущих экспертов, имеет богатейший опыт в области использования вспомогательных технологий, или так называемых ассистивных технологий для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, для людей с нарушением коммуникации, для людей с нарушением интеллектуального развития и так далее. Ну, также хочу сказать, что вчера состоялось торжественное подписание соглашения, договора, и компания, которую сегодня представляет Пол Томпсон, передает нам в институт в качестве благотворительности, в качестве проекта, поддержки проекта, определенное оборудование, в том числе, которое сегодня будет показано, наборы оборудования. И мы планируем на базе нашего создаваемого ресурсного центра проводить повышение квалификации. Об этом мы будем сообщать дополнительно. Итак, я предоставляю слово Полу Томпсону. После его презентации вы будете иметь возможность задать ему вопросы, и, наверное, во время кофе-брейка, или после, наверное, у нас короткая презентация достаточно, может быть, на час, может быть, больше, можно будет пообщаться с господином Полом Томпсоном. Please. Thank you very much. Так. Should I give it to you? Ah, yes. It's for you. Телефон нужен? Может быть, взять? Нет, я расстрою. Good afternoon, everyone. As in Italia, I just probably told you, my name is Paul Thompson, and I work for a company called AbleNet. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Пол Компсон, и я работаю на компанию, которая называется AbleNet. AbleNet, we are educators of people with special needs. That is our primary function as an educator. Secondly, we manufacture assistive technology. В первую очередь, мы занимаемся именно образованием детей и людей с ограниченными возможностями, а второй задачей – это производство именно тех технологий и устройств, которые нужны для этого образования. assistive technology to help in the education of those students who have special needs. Predominantly, we work with what we call high-incident special needs. So that is predominantly students who are very severely disabled, whether that be cognitively or whether that be physically. We work in over 65 countries across the world helping local partners develop assistive technology. use within schools and education environments within the country. Мы работаем с 65 странами разными и помогаем нашим партнерам разрабатывать эти вспомогательные технологии для помощи в образовании студентов с ограниченными возможностями. So this is my second visit to Russia, my first visit to Moscow, my second visit to Russia. So I'm still learning about your education practices here in Russia. So today is a lot about me learning from you as well as me speaking to you. So I'm hoping that you'll be able to give me a lot of information as well. He's still trying to learn more about how our education system is built in this area. And so I hope that he's not only going to be able to tell you something new, but to learn something that is useful from you for yourself. Without making today too complicated, we're going to look at how maybe you, if you start to use assistive technology, how it can be implemented into classrooms, and how you can start to enhance the learning experience of those people with special needs. Помимо того, что просто рассмотреть вспомогательные технологии, мы посмотрим, как можно их внедрять в образование, в класс непосредственно, и совершенствовать образование студентов с ограниченными возможностями. Вы можете поднять руки тех, кто как-то связан с образованием студентов с ограниченными возможностями. Не важно, какого возраста, если просто вы связаны с этим. Вы можете очень много ему рассказать сегодня полезного тогда. So how many people work with assistive technology? How many people currently use assistive technology, when you're working with people with special needs? Сколько людей пользуются вспомогательными технологиями? Can I ask what type of assistive technology? It's an old one. I'm working with people with communication disorders, as a speech viewer or breath maker and something like that, or auxiliary kick-bearer Вы говорите, сколько людей говорят в английском? Я спросила, сколько людей вообще говорят в английском? Ты хочешь сделать возможность? Я просто подумала, что может быть даже не говорят в английском? Я говорю по-русски, тэш. Я логопед, работаю с лицами с повышением коммуникации, мысливаясь с повышением речи, и использую технологию «Дитамая речь», которая была претендована компанией в 1990-е годы, использую биологическую образовую связь, поскольку работаю с лицами за экранами. Всего? Когда я приезжаю в новые страны, где использование ассистивной технологии будет ограничено, я часто задаю, что это ассистивная технология? Когда Пол приезжает в те страны, в которых не так развиты, это вот образование с помощью вспомогательной технологии, его часто даже спрашивают, а что такое вспомогательная технология? И это очень простая ответа. Ассистивная технология – это что-то, что говорит о том, что может улучшить участие, работающего, или действенного живого человека с проблемой. достаточно простой ответ, и вспомогательной технологией является все, что угодно, что будет совершенствовать в той или иной мере образование или ежедневная просто обычная жизнь студентов, людей с ограниченными возможностями. Соганин, что мы можем прочитать, что мы хотим прочитать? Да, конечно. Ну, у него есть люди с проблемами, которые тоже, что у них проблемы с их hearingом? Да, существуют вспомогательные технологии, которые предназначены для людей с проблемами со слухом, но именно Пол, он работает не с этими, не с этой вспомогательными технологиями. Уважаемые коллеги, давайте такие вопросы после презентации, иначе мы не успеем просто. Хорошо? Обязательно запомните твой вопрос. Мы будем задавать вопросы после презентации. Да, абсолютно, нет проблем. What's important to remember is that assistive technology can be very, very, what we call low-tech or very high-tech. Смогательные технологии могут подразделяться на такой и низкотехнологичные, да. Низкотехнологичные могут быть даже просто карточки, которые вы видите на экране, которые вы можете сделать сами для людей, у которых могут быть какие-то проблемы с речью. Очень легко использовать. Это уже считается вспомогательной технологией, потому что помогает совершенствовать как-то свою речь и образование и все. И это приводит все до того, что называют high-tech, где многие люди сейчас будут смотреть на и-трекинг для компьютеров. Таким образом, они могут использовать компьютеры с и-трекингом, или они могут контролировать iPads, где-то есть. Также вспомогательные технологии и высокотехнологичные существуют, к примеру, как технология iTracker. So, iPads. Everybody, every child in the world, and every adult in the world, wants to use an iPad. Почти каждый ребенок в мире хочет использовать iPad. So, how am I going to use this iPad, if I physically cannot touch the screen? You know, this is a touch screen device. So, how am I going to use that, if I can't touch the screen? So, we'll show you different ways of how you can access that. I'm not just part of it. You can use the whole device just as comprehensively as anybody that can touch the screen. And, as I said, now a lot of big fans use, or are interested in eye-tracking for computers. So, we'll show you a couple of devices about eye-tracking and talk about eye-tracking a little bit. And now a lot of people want to use the eye-tracking technology, which is called eye-tracking. And Paul will tell us about it in more detail in their presentations. So, things that we're going to discuss today. What is the assistive technology we've spoken about? We've already talked about what is the assistive technology we've spoken about. Different types of assistive technology, which we've spoken about. We've also talked about what types of assistive technology we've spoken about. And we're going to go into that in quite a bit more detail later. Why would we use assistive technology? What is the point of assistive technology? We'll discuss that a little bit. Why do we need assistive technology? We'll discuss it in the future. When you use assistive technology, you have to make the learning environment interesting. You have to make it fun. You have to capture people's imagination, so that they want to learn. And then, along with the UNESCO initiative, and the initiative that's currently taking place in Russia, about inclusion, inclusive education, So, if somebody has a disability, of whatever type of disability, and they are in a normal, a general school, then how is the person with a disability going to interact with the students that don't have a disability? Yes. You're going to be talking about that later, right? And that, to be honest, is probably the most important part of the problem. That is the most important topic that we will talk about today. Because, as I said, assistive technology is just equipment. It's equipment that facilitates something, but it's just equipment. And the question of inclusive education, he says, is one of the most important questions that he will discuss today, because assistive technology is just a device. What's important in a classroom is that you don't have the person who's using assistive technology on one side, inside of the classroom, and the students that are not using any type of assistive technology on the other classroom, you need to integrate them and get them working together. Because that's important for two reasons. First reason is that the person with a disability can see that they can contribute to society. And also it's important that people without a disability realize that the person with a disability is just a normal person. And hopefully we'll show that by using some of the technology they can work together. And that's what we call partial participation. And that's what we call partial participation. Okay. So, using assistive technology. Using assistive technology was developed to essentially give people with a disability independence or more independence. It probably started with things like wheelchairs and equipment like that. But it's now developed into how, as somebody with a disability, the TV has no motor movements, you know, I'm physically disabled, can operate a computer, can make a telephone call, can switch on my lights, control my air conditioning, turn on my TV, all things like that. When we talk about assistive technology, we talk about a roadmap. We talk about... It's a continuous development of the person's skills. What do you mean the roadmap? So, it's a journey. Using assistive technology is a journey. And some people may only move that far in the journey, and I know people will move miles in the journey. I was talking with Natalia last night about... I don't know how well-known he is in Russia. Professor Stephen Hawkins. Sure, he is. You heard of Professor Stephen Hawkins, yeah? Professor Stephen Hawkins is a guy from the UK. Probably, he is recognized as a genius. He is recognized as one of the most intelligent men in the world. So, that journey can be a small journey, or it can be a very long journey. It's about the question of how a path can a person with limited opportunities. It can be a huge path. Perfect. Right. We'll stop. We'll just get into some practical stuff here. So, it starts practical. So, where does assistive technology start? It really starts with the likes of the communication cards, that I mentioned earlier, the very basic printed off communication cards. If we say about the first step, it's like those cards I showed up on, that is the most simple example. So, when we start to use equipment, everything starts with a switch. Но когда мы переходим к устройствам, то все начинается с переключателей. Куществует множество различных видов переключателей. Но у них у всех одна и та же функция, они просто предназначены для того, чтобы переключать. Это самый-самый первый модель переключателей, которая была разработана компанией Polo около 30 лет назад. Вы можете посмотреть, насколько хорошо развита маркетинговая часть их компаний по названию их переключателя. Потому что они пытались придумать какое-то очень иное название для этого переключателя. А потом назвали это Большая Красная Клопка. Это как бы приводит действие всего лишь одним нажатием. То есть это переключатель одного нажатия. Это переключатель, который может использоваться нажатием головой. Потому что он мягкий, как раз таки может быть прикреплен к ней к инвалидной коляпке, к примеру, и переключаться головой. Можно это просто впустить по рядам, чтобы можно было посмотреть. А этот переключатель, у него две функции. Он плоский, поэтому он может спокойно... У него может спокойно класть на поверхность плоскую. Это для тех людей, которым очень тяжело... Кто не может поднять свою руку. И также для тех людей, которым мы работаем, вместо того, чтобы концентрироваться и понимать, что этот звук действительно делает, они просто любят звук, звук. И также для людей просто... Слушайте, такая проблема, что некоторым людям не столь интересна сама функция переключателя, сколько нравится нажимать на него, чтобы слышать этот звук. А этот звук никакого не издает. Это переключатель используется теми людьми, которые могут дергать за эту веревочку. То есть можно подкрепить к ней некий... Какую-нибудь резиночку или предмет для людей, которые могут схватить и дернуть за эту веревочку. А этот переключатель, он начинает действовать просто если человек находится рядом, если он рядом подносит свою руку. Это используется теми людьми, которые вообще не могут никаких физических движений делать, если это просто будет останавливаться около щеки, и просто вот таким движением, которое сказал пол, будет включаться таким образом. Basically, what I'm trying to tell you, is there is not a switch left to be invented. То, что пол пытается сказать... This is just a very, very small selection. You mean that there nothing can be invented more? Yes, basically, every type of switch has been invented. По сути, уже изобретены все виды переключателей, которые только возможны. So, whatever the disability the person has, there is a switch available for that person. Какие бы проблемы с здоровьем не было у человека, уже изобретен тот вид переключателя, который он может использовать. But they're all just a switch. They're all just a... Basically, they're like a light switch. They have to be connected to something. Но, в сути, они просто переключатели. Это как вот выключатель света, он должен быть к чему-то подключен. So, one of the things that we can connect to is this device. К примеру, мы можем подключить наш переключатель к вампионастольный. And this is what allows us to start to control our own environment. И, таким образом, мы начинаем сами контролировать то, что нас окружает. So, basically, I can start to control things like my lights, radios, air conditioning. It's called environmental control. То есть, я могу уже начинать контролировать и свет, к примеру, радио включать, включать систему кондиционирования. То есть, все, что меня окружает. То есть, просто посредством использования чего-то настолько простого, можно начать контролировать свою окружающую среду. Начинает давать человеку какую-то независимость. Now, what we do at the later stage, we develop education around this and around controlling things like this with activities. То есть, что... What your company does, right? Paul, that's what your company does, right? That is what your company does? Or no? This is what we... What we do is we start to develop education. Yeah, education activities around this equipment. То есть, это пример продемонстрирован. И вокруг этого начинается просто разработка образования. Как можно с помощью этого сделать интересным образование для людей с ограниченной возможностями. And the reason that we start here is it's something that we talk about a lot when we're using assistive technology. А, почему мы начали с переключателей, потому что это то, с чего, по сути, начинается вспомогательная технология. And it's called cause and effect. Cause and effect? Yes. Называется причиной следствия. Basically, what cause and effect means is, by pressing that, do I understand that something is happening? Почему называется причиной следствия? Потому что, когда он нажимает на этот переключатель, понимает ли он, что в итоге происходит? Because you put a big red switch in front of anybody, and eventually they'll look at it and maybe press it to see what he does. Okay? Потому что, даже если просто поставить эту красную кнопку перед человеком, он впоследствии может попробовать ее нажать, просто для того, чтобы посмотреть, что может произойти. So, before we start using it, as we start to use any assistive technology, this is the very, very first step, is what we call cause and effect. And I usually do a three-hour presentation on how to develop a cause and effect. And обычно Пол дает презентацию в течение трех часов только на этот первый шаг причины и следствия. We won't do that. Мы не будем. So, okay, so it's about developing skills. Because we have created independence, which I've started to create some independence, I can control my own light. Это как раз таки начинается с разработки некой независимости человека. Eventually along the road I'm going to reach my full potential, wherever that may be. It may be that I just need basic stimulus, it may be I end up as intelligent as Stephen Fulton. But I am going to reach my full potential. It's going to help you reach my full potential. И вспомогательные технологии также помогут использовать свой потенциал полностью. То есть это может быть совершенно что-то очень простое или достижение какой-то такой гениальности, как Стивен Хокинг, к примеру. It's going to help you develop new skills. Поможет разработать внести новые навыки человеку. A new skill could be communicated. I can communicate for the first time. Возможным новым навыком может быть, к примеру, общение. Человек может начать общаться в первый раз в своей жизни. I worked with a 10-year-old boy, who had never communicated at all with his parents. He never, other than sort of facial expressions, he'd never actually communicated with his parents. This was in Malaysia, because they didn't know that this equipment existed. Пол однажды работал с мальчиком, которым был 10 лет, в Малайзии, который никогда в жизни не разговаривал, не общался со своими родителями. Within two days, it was, it was two days. Within two days, I got him communicating with his parents, saying good morning, saying I love you, saying good night. Just simple communication, but he'd never communicated that with his parents before. He understood the feelings, but he wasn't able to communicate, so he'd never actually communicate with this. So within a very, very short period of time, and just by using some of this equipment, which I'll show you later, he was able to communicate with his parents for the first time. His parents didn't know about this type of equipment, so he didn't know that he could ever say anything in his life, and in two days, working with Paul, after these two days, he could already say to his parents, that he loved them. Just say good morning, good night, and this happened in such a short period. And then lastly, it allows the assistive technology users to become part of the team. The team may be a team in a classroom, the team may be part of the family, the team may be part of the society outside, going to the shop and asking for something, going to McDonald's, going wherever and asking for something, on their own, independently. And also, some of the technologies may help us to become part of a certain team of the team. It may be a team that might be a team that is, that may be a team of family, that may be a team of the team, or a team of the class, or a team of the school, or a team of the community, just to give the opportunity to everyone to stay, to be independent, to go out and buy something in the store, or ask something in the store. Все это за счет вспомогательных технологий. Те ученики, с которыми вы работаете, скорее всего, будут совершенно взаимодействовать на разных уровнях. А ваша задача, как преподавателей, понять, в чем разница, насколько сильна разница в уровнях этих детей, а просто чтобы понять, насколько сильна разница между этими учениками. Что собирается делать компания с ЮНЕСКО? Разработать программу обучения для преподавателей, чтобы вы могли это осуществить. Вообще уже существует некий материал, поэтому на эту тему надо, возможно, будет просто перевести его на русский язык. Может быть, это не очень четко видно и не очень ясно. Но здесь просто пол пытается показать некий пример того, как можно сорганизовать просто в обычном школьном классе в среду, где могут использоваться устройства вспомогательных технологий. Это как только кто-то заходит в дверь. Как видите, около двери на картинке изображен краски. Это устройство около двери на стене. Каждый раз, когда кто-то заходит, идет обращение «Доброе утро». То есть, как только они заходят в класс, они уже начинают пользоваться этими устройствами. К цифре 2 – это то, что касается работы в команде, но пол к этому вернется чуть позже. К цифре 3 – это как раз таки, каким образом можно сделать вот эти современные девайсы возможными использованием, доступными для людей с ограниченной возможности. Он ошибся. К цифре 3 – это просто общение, полностью коммуникация. Это совершенно все различные коммуникационные устройства. Начинали мы с этих переключателей. Коммуникационные устройства также начинаются с таких вот выключателей с одной кнопкой. Если человек не может разговаривать, он может начать общаться только за счет нажатия кнопки. Наталья, к примеру, может начать говорить вам, как ее зовут. Наталья, к примеру, может начать говорить вам, как ее зовут. Надо будет еще раз записать. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. В. Выражение не стоит. В. 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 Доброе утро, меня зовут Наталья. Доброе утро, меня зовут Наталья. То есть Наталья может начать говорить, как ее зовут, она начнет давать какую-то информацию о себе. Но главное не только уметь что-то рассказать, но и также получить некую информацию назад. Да, других. Пожалуйста, представьте, скажите, как вас зовут. То есть теперь Наталья не только говорит, как ее зовут, но также спрашивает, как зовут вас. Но то, что мы говорили, мы говорили о том, что Наталья по сути гипотетически не разговаривает, не может говорить. То есть, понятное дело, эти сообщения будет записывать не сама Наталья, а либо учитель, либо родители, либо просто одноклассник или друг. И, к примеру, если человек не может нажимать на кнопку в силу каких-то проблем со здоровьем, то кнопка может быть подключена к другому переключателю, и он может уже приводить устройство в действие. Это посредством просто нажатия головой или другими способами. Это очень-очень простое коммуникационное устройство, которое кладет начало человеку в каком-либо общении. К примеру, профессор Стивен Хокинс, все, что он использует, это чуть усовершенственное устройство, оно именно такого типа. Но это именно такое устройство, просто чуть усовершенственное. К примеру, потом могут использовать такие устройства, где у ученика есть уже выбор, он может выбрать какое сообщение включить, какое сообщение воспроизвести. Что касается обратной связи... В случае некого ограничения того устройства с зеленой кнопкой, там нельзя выбирать, какое сообщение ты хочешь воспроизвести, ты должен воспроизводить в той точности последовательности, в которой они были записаны. А здесь уже эти устройства позволяют человеку выбирать, что ты хочешь сказать. Опять-таки, это уже означает некое развитие внутреннее, сознательное развитие, когда ты уже можешь делать выбор и сознательно выбирать, что сказать. Это по поводу... вот немного о коммуникационных устройствах было сказано. По цифре четыре, это то, что Пол не привез с собой, это интерактивная доска школьная, что сейчас в многих вообще классах стоит интерактивная доска. Цифра пять касается чтения. Пол спрашивает, существует ли такая практика в нашей школе, когда ученики просто по очереди читают, например, по странице какой-то книжки. И здесь уже вопрос того, как делать человека, который не может говорить, частью вот этих занятий чтения. И Пол говорит, что это можно сделать очень просто на это же устройство. Записать именно ту страницу, которую должен будет прочитать тот ученик с ограниченными возможностями, тот, который не может говорить. И таким образом, когда настанет его очередь, он просто включит эту запись, но он уже будет чувствовать себя некой частью класса, частью группы. Он не будет чувствовать себя вот отдельно. Семь это касается работы в команде. А восемь это доступ к компьютеру, к работе с компьютером. И многие считают, что на этом и базируется вся вспомогательная технология чисто на доступе к работе с компьютером. Пол собирается показать некие фотографии или картинки. То, что представляет из себя доступ к работе на компьютере. Существует устройство, которое заменяет мышку компьютера, если человек не способен пользоваться обычной классической мышкой. То есть там есть какой-то шарик, который... There's like a round ball or something. Yeah, it's a track, it's called a track ball. Instead of actually having to move a mouse around like that, you basically... Там просто надо будет перекатывать некий мячик, то есть не надо будет двигать этой мышкой. You have specialized keyboards, low vision keyboards with large lenses on or reduced number of keys. So we do a keyboard that has a smaller number of keys. It has essential keys on there, but they're just... It doesn't have all the F keys and, you know, all the different types of keys you get. Также существует специально разработанная клавиатура для людей с проблемами со зрением. Там, возможно, меньше клавиш, но они гораздо больше и четче расположены так, чтобы человек мог это все хорошо видеть. Так же существует обычная простая такая коробочка, которую можно подключить переключатели наши. I connect this to the USB and any computer. There's no software installation. It's just what we call plug and play. Эта коробочка через USB Pro подключается к совершенно любому компьютеру. И она начинает позволяет осуществлять некие совершенно простые функции компьютера, приводить действия. Самые простые функции. К примеру, просто клавиша вправо, клавиша влево, клавиша enter, то есть мышка, стрелка мышки, то есть самые такие простые вещи, которые могут приводиться действия за счет переключателя. Это устройство дает такой начальный доступ к работе с компьютером. And then we have head tracking. Notice the difference I said between head tracking and eye tracking. Дальше есть устройство... Головная мышь, наверное, на памятнике это называется. То, что крепится на голове и устройство расскажет о разнице между eye tracker, это устройство, которое позволяет следить глаза, управлять головами компьютера и мышью, которая крепится на голове. Eye tracking can only really be used by a very small amount of people, effectively. Eye tracking, система eye tracking, может использоваться только очень маленьким количеством людей. Очень мало людей могут эффективно ей пользоваться. And it's very difficult to use in a classroom, because eye tracking, the computer needs constantly... Eye content? It needs constantly reset the computer from my eyes. So, in a classroom, I would have to use... Out of maybe 10 computers, I would have to use the same computer all of the time. And if you use the system of eye tracking... Calibrating, that's good. I-tracking... 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 Просто в классе использовать очень сложно, потому что надо будет использовать всегда один и тот же компьютер, потому что он должен быть всегда подстраиваться под... Необходимо настроиться под конкретного человека, Да, да. Под его глаза. Каждый раз, на каждом уровне настраивать компьютер, это очень сложно. So, if you think about what we said at the beginning, that is not what the aim of assistive technology is, because it's separating the person again. It's making that person with disabilities use one computer all the time. Опять-таки, это противоречит целям вспомогательной технологии, потому что получается, что ученик Dolby пользуется всегда одним и тем же компьютером, и это его отделяет, опять-таки, от группы других учеников. I-tracking for the small amount of people that can use it is fantastic, but it's very expensive for a very small amount of people. Но, если пользуется система I-tracking, это, там, замечательно, удобно, но еще к тому же это очень дорого. Head-tracking is different, because what this does is this tracks the movements of the head. Okay? So, again, it will move the cursor on the screen, but just via the movements of the head. Это такая вот мышка, которая будет, по сути, передвигать стрелку на экране компьютера за счет курсора, да, за счет движения головы просто. And this, again, is just put in place, so it will work on any computer. И это просто подключается к абсолютно любому компьютеру. So, this is why we prefer head-tracking rather than eye-tracking. There are some more technical reasons, but this is one of the most important. Да, потому что она более предпочтительна. Okay. So, now I'm going to go back to these two. Сейчас мы вернемся к цифре 7 и цифре 2. Это то, что входит в систему частичного участия в группе. And what we mean by that is that in a group task, the task of the group cannot be completed without the help of the person with a disability. И под этим мы подразумеваем, что когда группе учеников дается какое-то задание, что они не смогли бы это задание исполнить без некой помощи ученика, которого есть проблемы с ограниченными возможностями. То есть, задача сделать часть, которая лежит на ученике с ограниченными возможностями, ключевой в групповом задании. И любые преподаватели, которые приходилось работать с учениками с ограниченными возможностями, знают, что они очень любят занимать такую важную, играть важную роль, контролировать процесс. Они начинают очень радоваться этому. Вокруг этого построено очень много разных развлечений. One of the things that we do is... Do you have the game in Russia of musical chairs? Yes, we do. When the music is playing and when it starts... They have to go over the end, and when they stop ending up yet. And then they take it away. Про игру, когда стоят в стуле, играет музыка, и как только музыка заканчивается, кто-то должен сдать. So, we make a person with a disability using this device, but instead of a laptop, we have a radio or a cassette playing a music. К примеру, человек с ограниченными возможностями, он, нажимая кнопку, приводит в действие, включает и выключает музыку, которая играет во время этой игры. То есть, по сути, они контролируют процесс игры. Также существует тип развлечений, которые связаны с приготовлением еды. К этому устройству, к этому переключателю подключается блендер кухонный. То есть, все остальные люди должны измерять все ингредиенты. Что-то взвешивать, нарезать, там, фрукты разные, к примеру. Но, к примеру, если делается милкшейк, то все равно нельзя его приготовить, пока ученик с ограниченными возможностями не включит, за счет этой кнопки блендерсом, которая все перемешает. А эти игры и развлечения могут выглядеть достаточно, ну, тривиальными, простыми. Но именно с этого можно начать включать ученика с ограниченными возможностями в некие групповые развлечения. И, конечно, потом есть другие задания или развлечения, которые гораздо более образовательные. Серьезно. Вот о чем мы говорили, о работе в группе. К примеру, на первой картинке этот мальчик, он кубики, то есть в игре он контролирует сам процесс бросания кубиков. На второй картинке дети играют в боулинг, но пока мальчик не нажмет эту кнопку, которая проведет действие всем, мячик не покатится. И как раз таки вот вовлечение в ребенка с ограниченными возможностями в процесс каких-то групповых развлечений, это одна из главных целей вспомогательных технологий. Сейчас Пол хочет показать о том, как предоставить доступ к таким девайсам, как iPad, людям с ограниченными возможностями. А, да, да. Продолжение следует... К примеру, если у человека серьезные проблемы с физическим здоровьем, и он не может, не в состоянии пользоваться своими руками, двигать руками как-либо. Существует два способа, используемые, пожалуйста. Есть переключатели, которые подключаются к iPad через Bluetooth. Либо есть переключатели, которые подключаются к iPad через этот провод, короткий. Мы сейчас продемонстрируем то, как пользоваться переключателем по Bluetooth, который связан. Это устройство на iPad, система iPad'а увидела. Это устройство по Bluetooth, оно называется Bluetooth, и подключилось. Еще три версии назад компания Apple ввела такое понятие, как доступность. Да, и он говорит о том, что это очень было правильное решение, и очень... Пол говорит, что кто бы это ни сделал на девайсах Apple, он действительно внес огромный вклад к использованию таких вот доступных устройств. То, что, по сути, благодаря этому iPad может использоваться людям с различными совершенно проблемами с здоровьем, либо со зрением, либо вербальным проблемами, либо со зрением, либо со зрением, либо вербальным проблемами. Все может быть... Они все могут использовать iPad в этом случае. Но мы сейчас говорим о людях с проблемами с физическим здоровьем и использовании вот этого переключателя. То есть мы добавляем переключатель новый. То есть мы добавляем переключатель новый. И теперь он просто задает некто... Да, вот что будет происходить, когда пол будет нажимать на кнопку. Он должен сейчас это, как бы, забить эту функцию в iPad. То есть он выбрал... Перейти к следующему... Перейти к следующему... Да, следующему действию. И сейчас также он обозначит все функции желтой кнопки. Какую она будет нести функцию. А желтой кнопкой он может выбирать что-либо. Если он нажимает... Будет нажимать белую кнопку, то это будет его перемещать на следующую какую-то функцию или программу. А желтая будет позволять ему выбирать что-то. И, к примеру, можно к этому же переключателю еще подключить другие, которые мы рассматривали ранее, если какие-то иные существуют проблемы. Зубого характера. Теперь он может... Теперь он может... Теперь он может... Он может... Использовать айпадом и... Перелистывать эти страницы. Выбирать все, что угодно. Только используя две кнопки. С белой кнопкой он переключается дальше, а желтый он что-либо выбирает. Он может проверять свою почту. Он может даже отвечать кому-то по почте. Отвечать... 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 Если появляется клавиатура, то он также может выбрать совершенно любую букву. И сначала выбирая часть клавиатуры, которая ему необходима, а потом выбирая саму букву. И он просто таким образом печатает свое сообщение. Да. Да. И, как вы видите, я могу акцессировать любую часть клавиатуры. Таким образом, вы понимаете, все дети... Все, кто хочет использовать эти устройства, но думает, что они не могли, потому что они не могли физически акцессировать продукт. Они не могли физически touchать продукт. И с помощью этого совершенно простого обычного устройства, любой ребенок, какие бы у него не были ограничения по здоровью, он может пользоваться так же, как и все остальные дети этим айпадом, используя все, абсолютно любые его функции. Они могут играть в выигранные... Например, такая очень... С помощью этих двух кнопок всего лишь можно даже играть в эту популярную игру Angry Birds, которая есть на айпаде. дагacz Taoken Що, Aujourd' 14 Так что,社,еловек я пытаюсь сделать сегодня... Я пытаюсь рассказать тебе, почему вы Executen mothers Готовальми все начали заниматься использованием upcoming technl Сегодня Пол попытался объяснить, почему стоит начать использовать вспомогательные технологии. И немного показал, что из себя представляют вспомогательные технологии и как их можно использовать. Вообще вспомогательные технологии включают в себя огромный, огромный спектр различных устройств. И обычно полу уходит целый день на то, чтобы детально рассказать про разные виды этих устройств. Но мы хотим сделать более детальный тренинг и как вы можете использовать эффективные технологии в вашем классе. Продолжение следует... 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 Я работаю в университете, который единственный в России и носит название университет инклюзивного образования. Он работает в Университете Инклюзивного образования. Это единственное университет в России. Мой вопрос такой, есть ли у вас технологии, которые ориентированы на студентов колледжей и университетов? И вопрос, есть ли у вас какие-то технологии, которые могут быть использованы студенты от университетов или колледжей? Да, есть. Когда дело касается высшего образования, Больше уже идет речь о работе с компьютером, о доступе к работе с компьютером и существует множество разных устройств, которые именно связаны с этим. Проблема, которая у вас сейчас есть на данный момент, Многие программные обеспечения не используются в России, которые именно нужны для... Да, да, на русском языке нет доступа. Мы можем сделать систему Windows, систему Mac, просто Word доступны. Но существует некое вот отдельное специальное программное обеспечение, которое не доступно на русском языке. И они разговаривали, Пол разговаривал об этом как раз таки с Натальей. Уже невозможно из необходимости. По примеру? Я не имею в виду ни с ума. Есть компании, которые степ выглядят в технологии, и это производство, которое назначает «вегрид», Существует отдельная компания, которая разрабатывает это программное обеспечение, и оно доступно на совершенно разных языках, но на русском его нет. Мы будем обсуждать, когда у вас продукты на русском языке. Это делается длительная работа, подготовка, периодная длительная работа, может быть, сотрудничество с визуальною. Я знаю, что вас обучают студенты, обучают, 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 обучают. Нужно подумать, это вопрос. Если у ваших студентов нет проблем с инкцией, тогда уже не возникает большой проблемы предоставить им доступ к компьютеру и создать необходимую окружающую среду для этого. Я думаю, что для того, чтобы формировать навыки, надо подключать семьи в классе, в школе, в университете, в колледже, это времени мало. Учителя, преподаватель не сможет формировать навыки. Да, он с вами совершенно согласен, он тоже обсуждал это с Натальей, и сейчас приведет пример некий. В конце прошлого года он был в Китае. И там родители не понимают... У них нет непрофессионального осознания и нарушений вообще. Да. Они не понимают. Они не понимают. Они осознают наличие нарушений. Он делал презентацию перед учителями и родителями. И двое или твое родителей они встали и были немножко злые на него. Потому что они думали, что он привезет некое такое... то, что поможет... лекарство, то, что поможет излечить их детей. И очень важно рассказывать родителям об этих технологиях, чтобы они сами не боялись их использовать. Одна из вещей, которую они делают... Одна из вещей, которую они делают... И то, что... кто-то из учителей или студентов, одноклассников запишет на это устройство, что ученик сегодня в школе делал весь день. В течение дня. То есть, когда ученик придет домой, он сможет, на самом деле, рассказать своим родителям, чем он занимался в течение дня. То есть, они надевают другого цвета эту... крышечку. И уже родители, или брат, или сестра запишут на это устройство то, чем он занимался ученик дома. Что он делал дома. И когда он придет в школу, он же может рассказать своим одноклассникам, чем он занимался дома. Что-то очень простое. Простой пример взаимодействия. Это кажется очень простым, но благодаря этому, во-первых, родители вовлекаются в процесс и начинают видеть использование этого именно устройства. Но это также демонстрирует, как можно пользоваться этим устройством не только в самом классе, но и за его пределами. Другой тоже хороший пример, который видел Том, касается дочки и мамы, которые... Мама просто взяла свою дочку по магазинам. Они записали на это устройство то, что они собираются купить. Просто, к примеру, надо купить морковь, надо купить картошку. То есть, когда они были уже в супермаркете или в магазине, Дочка могла здесь нажимать, и получалось так, что она говорила, нам надо купить кофе, нам надо купить что-то. И мама уже шла и в строчки брала то, что говорила дочь, и покупала это. Это очень-очень простые вещи, и они не должны быть сложными. Это очень простые вещи, и они не должны быть сложными. Это как раз-таки самые простые первые шаги о том, как внедрить вспомогательные технологии в ежедневную жизнь. Это просто как снежный ком, потом будет накапливаться, 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 расти, расти эти способы использования. Как используются технологии, да, везде, 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 везде. Да, у них основное, вот, сильное, везде, везде. И как используются технологии для людей, которые у них услышали проблемы? Они не используются, не используются. Есть компании, которые специализируются именно на устройствах для людей с проблемами со слухом. Самая лучшая компания, которая специализируется именно с этими проблемами связана, это американская компания, которую... я буду стараться найти. Сейчас попробую найти вам покоить. Может, вы можете просто написать им и написать им на декабре? Если вы знаете, например, на компании, вы можете просто поставить его здесь. Если вы просто в пысковике в интернете зайдете эту компанию, она называется, вот, Escom называется. Они разработали некое такое устройство, и там существуют такие, как клавиатуры, небольшой экран, и оно мгновенно на экране показывает то, что печатается. То есть мгновенно это все происходит. Это как пример хорошего разработанного устройства для людей с проблемами со слухом, чтобы они могли взаимодействовать с людьми, которые не знают язык жестов, к примеру. Необходимо проверить, есть ли там русский язык. Компания американская. Компания американская, не факт, что там есть русский язык. А есть межнодорозный устройство для языка? Какая-то перебудет в себе вопрос. Может быть, вы знаете, есть ли там, как, интернациональный язык? Нет, есть ли там три языка в мире. Есть американская, и есть два британская. Они единственные три, которые я знаю. Пол не уверен, но он знает, что существует тот язык жестов, в котором пользуются американцы, а в Европе пользуются либо американским вариантом, либо британским. Уважаемые коллеги, прежде всего, я предлагаю просто славно перейти в комнату для кофе-брейка. Но перед тем, как мы закончим официальную часть, я хотела бы сказать тоже пару слов. Огромное спасибо Полу Томскому за сегодняшнюю презентацию, за мастер-класс. Спасибо, Пол, за сегодняшнюю презентацию. Спасибо, спасибо. Важно, чтобы мы все понимали, что действительно для учащихся, которые имеют те или иные ограничения, очень важно быть вывлеченным в процесс. И если все эти устройства, о которых я сегодня рассказывал, в наших сферах, они являются частью жизни в хорошо разных перебежных странах. Это обычные устройства, которые используются каждый день для нас, для многих наших учителей, для родителей, к сожалению, это пока недоступная вещь. Хотя они уже на лучшем, естественно, могут быть учащимися в повседневную жизнь. Не только учебу, мы говорим, конечно, про образование, но в целом повседневную жизнь. Очень важно учащемуся или студенту чувствовать себя частью коллектива, частью какого-то действия, какого-то процесса. И очень важно еще отметить, что сам Пол Томпсон, а также его коллеги, его эксперты занимаются разработкой учебно-методических материалов. Это громадная работа, и мы совместно с компанией ВУНЭТ будем разрабатывать и переводить на русский язык, адаптированные для развития системы образования, различные подходы и учебно-методические материалы. Важно, что необходимо делать упор на компетенции. Компетенции, прежде всего, специалиста, педагога, который работает с учащимися. Важно формировать эти компетенции. Необходимо, конечно же, работать и с родителями, потому что они находятся в постоянном контакте со студентами. Я, соответственно, написала адрес нашего сайта, а также свои контакты. Мы открыты для дальнейшего диалога, и многие вопросы, которые мы сегодня обсуждали, они не даются в дальнейшей проработке, и мы будем рады вашим рекомендациям, вашему участию в нашем проекте. Позвольте еще раз выразить большую благодарность о вас снов. Хочу поблагодарить Московскую государственную фискулку-педагогический университет за видеотрансляцию, которая была организована с их помощью сегодня. Запись этой трансляции также будет сохраниться, и мы вам можем ее предоставить. Позвольте еще поблагодарить нашего переводчика, нашу помощницу Границу Шкляеву за прекрасный перевод. Спасибо вам всем за участие. Спасибо. 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 Спасибо.